Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! Я хочу вам показать торговую марку Клио. Я очень много о ней слышала отзывов, но все никак не могла до вас ее затестить. Поэтому сейчас мы будем ее смотреть вместе со мной. Девчонки, сырье у них Польша, разлив у них Россия. Что могу сказать относительно флакончика? Глянцевые флакончики, удобный зубыречек, но единственное что, поскольку он глянцевый, он конечно же скользит. 12 мл в баночке. Здесь стоит где-то примерно 400 рублей. Говорю для Москвы именно с сайта Югнейлс у Юляши Гришаткиной. На баночке есть все выходные данные, есть состав и есть срок годности, что тоже немаловажно. Но срок годности девчонки есть не на всех. Давайте начнем. Второй номер. Мы не верим выкраскам, там просто похожий примерный тон. Это вот такой безумно выбеленный серый цвет. Девчонки, гель лаки трехфазники наносятся на базу, покрываются топом, самовыравниваются, самовыравниваются достаточно быстро, но не так сильно, потому что здесь, конечно, больше геля. Консистенция тягучая, подтягивающаяся. Гель лаки имеют достаточно приятный запах. Если сравнивать, например, очень напоминает запах хоруям. Давайте будем наносить, поскольку это пастелька, я буду наносить в минимально средний слой. Кисточка очень хороша для этой консистенции, мне понравилась. Единственное, что, девчонки, она все-таки длинноватая лично для меня. Как вы видите, ложится без полос кисточка, очень мягкая. Просушка в гибридных лампах 30 секунд, воя в 2 минуты. Сушим, наносим второй слой. Буду дублировать минимальным объемом на кисти. Появляется пигментация, посмотрите, как мягко ложится сия субстанция. Я вообще фактически не давлю на кисть, кисть хорошо плющится. Колбасит не по-детски. Нравится, очень нравится. Номер 27. Девочки, я в этот цвет влюбилась, скажу вам честно. Потому что это желтик. Ой, какой желтик. Давайте нанесем желтик. Я буду делать минимально средний слой. Вау! Девочки, это минимально средний сейчас у меня. Посмотрите. Давайте продублируем во второй слой. Я буду дублировать минимальным набором на кисть. Я акцентирую ваше внимание тем, что пигментации он не добавляет. Единственное, что, например, сейчас при вас желтый слегка потерял в оттенке после перемиризации. Но, скорее всего, это зависит от лампы и цвет придет в норму через некоторое время. Следующий номер это 30. Это вот такой вот пастельно-розовый цвет. Если сравнивать с Эмми, у Эмми аналог Скайблаж, по-моему, из винтажной коллекции. Но она более светлая. Здесь все-таки темная пастель. По поводу, если у вас до сих пор еще ОФ-лампа, меняйте на гибрид. Потому что, если вы работаете с ОФ-кой, даже подсниму с кисти, у вас гель-лак в толстый слой может все-таки запузыриться. Гель-лаки высокопигментированы. И сейчас это мода в ногтевом сервисе делать очень высокопигментированный материал. Поэтому лампы у вас должны быть гибридные и сильные. Идеально. 30-й мы дублируем. Для интенсивности цвета, девочки, на кисти вообще ничего нет. Если вы работаете на короткий натуральный ноготь, берите вообще минимум-минимум полусухую кисточку. В градиентах эти гель-лаки будут шикарны из-за пигментации. Они фактически как гель-краска. Цвет, в который я первый засунула свой нос, это 51. Смотрите, какая непотрясающая визуум-минимум. Я буду наносить также минимально средний. Видите, разнесение материала быстрое. Кисточка хорошо сбалансирована. Но этот цвет требует дубля. На плохом выравнивании у вас, конечно, с ним будут проблемы. 51-й дублируем во второй слой. Вот второй слой. Это уже идеальная вещь. Консистенция, повторяю, настолько густая, что у вас гель-лак никуда не затечет. Даже по дисперсии базы не закенгурит, не запрыгает, если у вас не кривые типсы с Алиэкспресс, как у меня. И все будет супер. Девочки, 56-й. 56-й. Это оттенок, вы знаете, сравнить его с пыльным кедром не могу, потому что пыльный кедр все-таки имеет вообще другую тональность. Давайте нанесем. Все оттенки, которые мне прислали, судя по моему носу, это в основном все более пастельные оттенки. Поэтому не моя вина. Этот гель-лак пожиже, девочки. Вот с этим то ли у меня тут уже что-то нападало на типс, как всегда, то ли все-таки может на кисти что-то было, потому что в одном гель-лаке кисточка была такая, с дефектом. Ну, такое бывает. Не очень понравилось 56-м нанесение. Он, конечно, плотный, но он достаточно капризный. Но вообще все бежевые нюды, они слегка капризные. Сушим, наносим второй слой. Вот второй слой ложится без проблем, без полос, никаких вообще нареканий. Супер! Цвет 59. Странный грязно-розовый, именно винтажный цвет, девчонки. И вот именно в нем, если вам будет видно, вот я вам про что говорила, в кисточке небольшой косяк. Там хрюшка висит небольшая. Вот ты какой он укрывистый, ты! Вот и боже мой! Смотрите, какая прелесть! Криво мне с Алиэкспресса. Очень замечательно! Очень нравится, девочки! Наносим 59-й во второй минимальный слой. Вот кисточка косячная. Видите, я сейчас растираю. Цвета это не дает вообще. Ну, мы же профессионалы. Напоминаю, гель-лаки имеют дисперсию. Покрывать топом обязательно, наносить на базу. Потому что они трехфазники. 67-й. Тоже я в него нос засунула. Девочки, это бомба. Посмотрим, как она будет на ногте. Это, смотрите, какой красный, просто красный, красный, прекрасный, просто красный, красный. У меня других просто вот эта кровь. Минимально средний. Ух! Какая прелесть! Вы знаете, девочки, у кого нет возможности заказать двойку флаймаря, вот для вас 67-й клео, это будет замена двойки от флаймари. Пигментация просто сухая кисть сейчас разнесла на типс. Дубль слоя тут не нужен. Это шикардос. Давайте продублируем. Кривый типс-алик, это, конечно, безумно. Господи, девочки, не надо его дубля наносить. Лапшина, что ты портишь материал на пластмассу? Пластмассе праздник устроила. Он нереальный фаворит. 67 просто прямо фаворит, прямо советую. Девочки, далее мы будем смотреть с вами 79. Этот зверь неоновая розовая пастель, причем достаточно яркая пастель. Акцентирую ваше внимание, что консистенция у нее немножечко гуще. Я сейчас с вами разговариваю с полным материалом на кисти, а оно не падает. Наносим. Хорошая покрывная способность. Нравится. Честно, нравится. Один минимально средний, девочки. Давайте нанесем минимальный дубль. По поводу того, что неоны выгорают в лампе. Девочки, они не выгорают. Пигмент будет у вас стабилизироваться в течение 10 минут после покрытия топом. Ничего в этом страшного нет. Клево? Оценим бы. 86, девочки. Это зеленая пастелька. Причем яркая зеленая пастелька тоже густой консистенции. Средний минимум. Слушайте, посмотрите, какой он высокопигментированный. Слушайте, круто. Нравится. Один минимально средний, девочки. Давайте продублируем 86, минимальным набором на кисть. Очень нравится, девочки. Очень нравится. Причем, посмотрите, я сейчас не прилагаю усилий к кисти. Вы видите? Кисть сама расширяется. Очень удобная мягкая кисточка. Большой плюс. 91, любимец. Вот залезла носом прям. У-у-у-у. Смотрите, какая красивулина. Причем он гуще, девочки. Давайте нанесем. Я вообще фанат синих цветов. Хочу уже красить маляр штукатур. Вам не проснулся. Минимально средний. Не. Вы знаете, если бы у него была пигментация, как у красного, я бы верещала бы больше. Конечно, дубль слоя на синюю нужно. Но вообще, наверное, единственный синий, который я видела, который мне прям трямско-бомбично понравился, это в Ускусе. Ложится он хорошо, но все равно дубль слоя он требует, потому что есть пробелы. Вот второй слой уже красотец. Уже замечательно, супер прямые типсы с Алиэкспресса. Алиэкспрессу просто респектуречка. В два слоя работает, да. 93-й. 93-й красавица у нас. Это вот такая вот розовая нежнячая пастель. Просто нежнячая светлая пастель. Давайте нанесем. Сейчас я буду минимально средний наносить. Вот к пастели проблем нет вообще, девочки. Вы посмотрите, какая укрывистость. Просто на ура. Я буду минимальным набором дублировать, потому что смысла нету больше брать. На типсы переводить хороший материал. Очень нравится. 115-й, девочки. Это грязно-бело-серый черти какой цвет намешанный. Вот холодный. Не знаю, как я это... Вот я и не знаю, как этот цвет назвать, девочки. Я не колорист, честно. Но он очень грязно-серо-белый. То есть он и белый там рядом не стоял, и до серого не дотягивает. Честно. Если он минимально средний, то фактически в цвет типса, девочки. Но я не знаю, как оценять его покрывную способность. Сушим. Давайте нанесем второй слой. Не, пигментация, убийца веником на натуральных ногтях, работайте фактически сухой кистью, и будет вам счастье, если у вас натуральные ногти вообще фактически без длины. Очень нравится. И мне такой цвет, если честно, не нравится. Я его не понимаю. Цвет, который не отличается от типса. 144-й, девочки. Это предпоследний цвет. Это вот такая бордошка. Бордошка тоже слегка гуще. Чем есть минимально средний. Вот ты какой красавец, девочки. Мерло. Вот мерло, вот точно мерло. Бухать пора. Мерло. Смотрите, какая ляля. Но я бы добавлюла, если честно, второй слой для насыщенности. Я, в принципе, вот так вот уже покрасить типсы. Конечно, тяжело по типсам судить, но могу сказать так, что под кутикулу эта кисточка будет залезать удобно. Да, если вы работаете на прожиме, а потом под поддвиганием. Очень красивый цвет. Пигментация хорошая. На второй слой работает замечательно. Нравится. Это последний цвет. Это коллекция витражей под номером R2. Это вещь зеленка. Зеленка травяная. Тоже густой консистенции. Я специально вам сейчас взяла прозрачный тыпсик. Ну, вы знаете, девочки, как вам сказать. Вообще, в принципе, у меня такие зеленые, они спросом не пользуются. Я обычно пользуюсь намесом желто-синих витражей для достижения промежуточного зеленого. По укрывистости не ползет ли он, могу сказать, что да, он хорош. В плане того, если, например, вы хотите какой-нибудь выкладной витражный фрейнчик или что-то типа изумруда. Да, посмотрите, на второй слой там зелень становится более явственная. Поэтому, в принципе. Но на второй слой он дает какую-то такую сепию. Может, это просто типс прозрачный такой. Ну вот, девчонки, мы с вами познакомились с небольшим ассортиментом торговой марки Клио. Я в большей части довольна, что-то вызвала вопросы. Но однозначно могу вам сказать, что Клио это хорошее подспорье некоторым торговым маркам на нынешнем ногтевом рынке. Ну что ж, на данный момент у меня все. С вами была Юлия Лапшина, наилмастерская Чешилский Кот. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, будет много интересного. Всем трям, мои ногтевые феечки! Субтитры сделал DimaTorzok